В 1917 году здесь, в Фатиме, что в Португалии, трое местных детишек заявили, что им явилась Дева Мария. Единственный раз в истории христианства послание предваряло чудо. Впоследствии они предскажут разрушение Второй мировой войны, образование и падение Советского Союза и даже собственные судьбы. Но один секрет будет храниться в течение 80 лет. Наконец, в 2000 году Папа откроет тайну этого пророчества. И по сей день фатимские чудеса потрясают мир. Заглянем за покров неопознанного мир самых таинственных мест на Земле. Самые загадочные места Земли. Селение Фатима в Португалии – одно из самых почитаемых католиками мест. Каждый год миллионы людей съезжаются к базилике, известной как Фатимское святилище, чтобы помолиться Деве Марии и воздать дать уважение детям Фатимы. Шел май 1917 года. Первая мировая опустошала Европу. Далеко от полей сражений, в крохотной деревушке Фатима, в Португалии, трое детей – девятилетний Франциско Марто, его восьмилетняя сестра Джансинта и их одиннадцатилетняя кузина Лусея до Сантос – после стада, когда появилось видение прекрасной женщины, окутанной ярким белым светом. Отец Кристина, местный историк, рассказывает о том, что случилось. 13 мая Богородица явилась детям. Она не назвала себя, но дети поняли, что это была Дева Мария. Ивившаяся Богородица сказала, что они должны возвращаться на это место 13-го числа каждого из следующих шести месяцев. Тогда и она откроет им цель своего появления. Несмотря на юные годы, ребята были потрясены словами, услышанными от Девы Марии. Дева Мария приказала никому не рассказывать о том, что они видели ее, но Джансинта, самая юная, не смогла удержаться. Вернувшись в тот день домой, она сказала, «Мама, сегодня я видела Деву Марию». Сначала людям трудно было поверить в то, что детям было видение. Первой сомневающейся оказалась мать Лусии. Когда она услышала рассказ дочери, то очень рассердилась и даже наказала девочку. Аналогичным образом повела себя мать Джанситы и Франциска. Их брат Джоау Марто вспоминает о том, как это было незадолго до своей смерти в мае 2000 года. Наша мать отругала их. Она сказала, «Разве вы святые, что вам явилась Дева Мария?» А вот отец часто повторял, «Не спорь, женщина, ибо велика сила Господа». Завороженные видением дети вернулись на пастбище в следующем месяце, как и просила их Богородица. Рассказ о божественном явлении расколол надвое общину. Часть жителей называла детей «богохульниками». Тогда были люди, которые угрожали им, говорили, что они накажут ребят. Если бы в те времена меня кто-нибудь спросил, являюсь ли я братом Джанситы и Франциска, я бы ответил, «Я? Нет!» Я боялся, что меня тоже могут наказать. Но были и такие, кто почитал детей как святых. Месяц за месяцем росли толпы любопытных. Дети стали предметом борьбы за власть. Официальные представители правительства начали беспокоиться по поводу растущего в деревне религиозного культа. Они видели в детях угрозу их собственному влиянию на церковь. Мэр объявил, что он не верит в видение. Всеми способами он пытался удержать людей от поклонения детям. Но было уже невозможно остановить верующих, численность которых продолжала расти. Растущее число приверженцев культа беспокоило и церковь, рассказывает монсеньор Гуэра, директор Базилики. Церковь должна была быть очень осторожна, тем более, что это были дети, которыми легко манипулировать. У них вполне могли быть галлюцинации. Когда речь идет о сверхъестественном явлении, человека легко ввести в заблуждение. Он может и намеренно лгать. Местный священник не верил в видения. Он угрожал детям вечным проклятием, если они не признаются в том, что лгут. Но дети были тверды. Они продолжали говорить, что видели Деву Марию, и говорили с ней. 13 июля во время третьего визита Богородица передала им послание, которое дети должны были сохранить в тайне. Тайное послание состояло из трех частей. Сначала Богородица спросила, согласны ли они на жертвы, которых требует от них Господь. После этого она открыла им первый секрет – видение ада. В своих опубликованных мемуарах Люсия описывает увиденное. Дева Мария показала нам огромное море огня. Среди этого огня были демоны и души в человеческом обличье. Черные или бронзовые – они плавали среди языков пламени. Затем Дева Мария сообщила вторую часть тайного послания. Эта война идет к концу. Но если люди не прекратят обижать Господа, более страшная война будет развязана во время правления Папы Пи-11. Пи-11 стал Папой в 1922 году и остался им до 1939 года. В это время Гитлер пришел к власти, а Япония напала на Китай. Это были искры, которые разожгли Вторую мировую войну, как и предсказывала Дева Мария. Во второй части пророчества были также слова Богородицы. Чтобы предотвратить это, я приду осветить Россию чистотой своего сердца. Если Россия согласится, люди обретут мир. В противном случае Россия всех заразит своими ошибками. Дети никогда не слышали названия «Россия». Они решили, что это была плохая женщина, на которой требовалось святое прощение. Но в то время в России уже бушевали революционные страсти, которые не оставляли места религиозным чувствам. Джеймс Хардиман, бывший скептик, впоследствии поверивший в фатимские предсказания, описавший их, видит четкую связь между посланием и мировыми событиями. Мария сказала, что Россия распространит свое зло по всему миру, и что целые страны перестанут существовать. Так и произошло. Они исчезли за железным занавесом. Но Мария также сказала, что этого можно избежать, если Россия примет благословение ее безгрешного сердца. В 1984 году призыв Папы к атеистической России вернуться в лоно Господне совпал с приходом к власти Михаила Горбачева. Четыре года спустя первый российский президент встретился с Папой как раз в то время, когда Советский Союз стремительно разрушался. Теперь мы понимаем, что эта последовательность событий была предсказана детям Фатиме. Фатимские предсказания, единственные в истории, когда в послании говорилось о текущих событиях, конкретных названиях, политических изменениях. Таким образом, два тайных послания Девы Марии предсказали три глобальных мировых события – приход к власти коммунистов, Вторую мировую войну и распад Советского Союза. Но детям было передано и третье послание, которое Мария приказала хранить в тайне. Это третье послание послужило причиной ужасных угроз в адрес детей. Чтобы сохранить тайну, им понадобилось все их мужество. Здесь, в Фатиме, в Португалии, Дева Мария дважды явилась с трем детям, доверив им тайное пророчество. Однако власти были недовольны тем, что дети держали в секрете божественное послание. 13 августа местный чиновник Артура де Олевера Сантос похитил детей, когда они шли на встречу с Девой Марией. Он надеялся разочаровать собравшуюся толпу. Кроме того, он хотел узнать третье послание. 13 августа мэр этого местечка, который был очень плохим человеком и ненавидел церковь, пришел сюда и забрал их. Он держал их под замком 13, 14 и 15. Он решил, что если их не будет там, на поле, ко времени введения, то всей этой истории придет конец. Поэтому и запер их. Пытаясь выведать секрет, чиновник угрожал, что сварит каждого из детей в кипящем масле. Но ребята мужественно хранили молчание. Я был потрясен искренностью детей. Они были твердо убеждены в существовании Бога. Я думаю, что самым трогательным было то, что они были детьми. Когда детей, наконец, отпустили, они немедленно вернулись на пастбище. Дева Мария снова появилась. Брат Джан Ситы и Франциска Жоамарто рассказывают о том, что произошло в тот день. Они смотрели на дуб, и Люсия что-то говорила, но я не понимал ни слова из того, что она бормотала. Я сказал себе, я ничего не вижу там, значит, и они ничего не видят. Так я подумал тогда. Люсия тогда молилась, чтобы Дева Мария подала знак, явила чудо, чтобы все поверили, что они говорят правду. И Богородица услышала ее мольбу. После первого видения люди стали просить Деву Марию явить чудо, чтобы все поверили. Богородица пообещала чудо, которое должно было произойти 13 октября того года. Мать Лусии продолжала сердиться на нее, так как она все еще думала, что девочка лжет. Лусия повторяла, что все правда, и говорила, что Богородица собирается явить чудо, которое смогут увидеть все. Ее мать говорила, снова ложь. 13 октября 1917 года. Был холодный дождливый день. Огромная толпа, более чем 70 тысяч человек, собралась на пастбище в ожидании знака Господня. Люди пришли увидеть чудо. Они говорили нам, если чудо произойдет, и мы увидим его, значит, вы говорите правду, и мы поверим вам. Но если к несчастью для вас ничего не случится, то за ложь, которую вы заманили нас сюда, мы побьем вас. К полудню чуда все еще не было, и толпа начала уставать. Затем вдруг дождь прекратился, и Люсия закричала, посмотрите на солнце. Репортер местной газеты в красках описал то, что произошло дальше. Солнце светилось серебряным светом. Мы спокойно могли смотреть на него, не щуря глаз. Но затем вдруг поднялся невероятный шум. Нельзя было услышать даже соседа. Все кричали, чудо, 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 чудо. Солнце начало бешено вращаться, из него полились лучи разного цвета. Было похоже, что оно вот-вот упадет на землю. Один из моих священников был там. Он сказал, что солнце сорвалось с неба и полетело прямо на него. Он бросился на землю, уверенный, что пришел его смертный час. Затем вдруг раздался крик. Жуткий крик боли пронесся по толпе. Солнце вращалось все быстрее. Было похоже, что оно сорвалось со своего места на небе. И полилась кровь, как предупреждение о земле. Как если бы эта огромная масса всем своим весом обрушилась на нее. Ощущение было ужасным. Кузина Луси и Мария была маленькой девочкой, когда все это происходило. Все испугались, когда появилось солнце. Люди упали на колени и все стали молить Деву Марию о прощении. Они решили, что она собирается покарать их смертью. Затем солнце вернулось на свое обычное место на небесах. 70 тысяч свидетелей были потрясены видением, которое никто не мог объяснить. Единственный раз в истории христианства послание предваряло чудо. За несколько месяцев о нем было сообщено, чтобы люди смогли прийти и увидеть его. Это очень важно. Теперь все были совершенно убеждены в том, что все, о чем рассказывали дети, было правдой. Чудо с солнцем превратило пастбище в священную землю. Это событие драматическим образом повлияло на судьбы детей. После увиденного Франциска большую часть времени проводил в молитвах. Он сказал, что Богородица открыла ему, что его скоро призовут на небеса. Он умер от пневмонии 4 апреля 1919 года в возрасте 10 лет. Джансита умерла от гриппа, пережив его на 10 месяцев в возрасте 9 лет. А Лусия, единственная из оставшихся, вступила в орден кармелиток и в 18 лет стала монахиней. В монастыре она продолжала хранить тайну, услышанную в Фатиме. В 1930 году католическая церковь признала видение детей чудом. Спустя год посредством Франциска и Джанситы было совершено еще одно чудо. В 1931 году 16-летняя Мария Сантос тяжело заболела. Не житая ли она была полностью парализована. После долгих лет изнуряющей боли и бесполезных лекарств Мария начала молить Франциска и Джанситу о помощи. Мне было 36 лет, когда я стала молиться им. 15 лет я молилась, и однажды я вдруг почувствовала легкое покалывание в ногах. Это было очень странно, так как раньше я совершенно не чувствовала своих ног. А потом я услышала голос. Чистый голос ребенка сказал мне, «Сядь, ты сможешь это сделать». Я сказала себе, «О, Господи, разве я сижу? Неужели это возможно?» Да, я сидела. На 80-ю годовщину смерти Джасинты я сказала, «О, моя маленькая Джасинта, вот уже 80 лет как ты улетела на небеса. Пожалуйста, не забудь эту грешницу». До того дня я много раз пыталась подняться, но у меня ничего не получалось. Но тогда я вдруг поднялась. Я твердо стояла своими ногами на земле. И я сказала себе, «О, мне не больно. Мои ноги в порядке. Я буду ходить». Врачи не могли объяснить ее выздоровление. Случай с Марией был признан Ватиканом в качестве чуда. Однако оставался еще третий секрет и одна единственная свидетельница явления Марии, которое произошло более 80 лет назад. Во время своего визита в Португалию папа заехал в Фатиму, чтобы причислить к лику блаженных Джан Ситу и Франциско. Это был второй шаг в сложном и длинном пути, который мог привести к их канонизации. Хотя Лусию, которой исполнилось 92 года, нельзя было причислить к лику блаженных, до ее смерти она тоже была там. Кроме радости от возможности лицезреть это событие, верующих и журналистов мучил один вопрос. Будет ли когда-либо открыто третье тайное послание? На возвышении стояли два старых человека, но лишь один из них знал тайну Фатимского предсказания. Впереди в нашей программе вы услышите это удивительное пророчество. В 1917 году трое детей из португальской деревни заявили, что получили три послания от Девы Марии. Два из них, включая предсказание Второй мировой войны и появление и падение Советского Союза были уже известны. Единственная оставшаяся в живых Лусия до Санхас никому не раскрывала тайны третьего послания. Но в 1947 году, когда Лусия тяжело заболела, епископ приказал ей записать его. Она подчинилась приказанию. Третье послание было отправлено в Рим в конце 1957 года. Сестра Лусия сказала епископу Лиирскому, что его нельзя публиковать до 1960 года, так что миру пришлось ждать еще несколько лет. Епископ открыл письмо Лусии в 1960 году. Те, кто присутствовал при этом, говорили, что его глаза наполнились слезами. Однако он свернул письмо и положил обратно в конверт, приказав запечатать его и убрать в архив. Он сказал, что письмо не для нашего времени. В течение следующих 40 лет другие понтифики также читали письмо и снова убирали его в архив. Предполагая, самое худшее, люди начали говорить о том, что там предсказана глобальная ядерная катастрофа или кризис веры, угрожающий нашим смертным душам. Единственные, кто знал истинное содержание послания, оставались либо за стенами Ватикана, либо за стенами монастыря. Но 13 мая 2000 года в годовщину первого явления Марии детям папа Джон Пол II нарушил 83-летнее молчание. Епископ одетый во все белое будет направляться к кресту, чтобы благословить всех мучеников, когда упадет на землю сраженной пулей, возможно, несущей смерть. Католическая церковь не сомневается в том, что здесь говорится о покушении на папу Джона Пола II, которое произошло 13 мая 1981 года. Папа Джон Пол II 13 мая 1981 года ехал по площади Святого Петра, стоя в Джипе. Это было в годовщину первого явления Марии. Женщина держала икону Богородицы Фатимской, и папа наклонился, чтобы поцеловать ее. В этот момент убийца нажал на курок, и пуля попала в папу. Но поскольку он наклонился вперед, пуля не задела жизненно важных органов. Папу немедленно отвезли в госпиталь, и пока он лежал на больничной койке, он осознал важность этой даты. Дева Мария Фатимская спасла ему жизнь. Но вопрос остается, почему понадобилось ждать так долго после покушения в 1981 году, чтобы открыть тайну Третьего Послания? Как объяснить тот факт, что Мемет Али Ашга, турок, стрелявший в папу, в 1985 году сказал на процессе, что попытка убить папу была связана с Третьим тайным посланием Мадонны Фатимской. Откуда он знал о содержании послания, которое тогда еще оставалось тайной? Ходит множество слухов о том, что в послании было сказано больше, чем мы знали. Однако, никакие откровения уже не смогут лишить то место мистического ореола и объяснить тайну фатимских пророчеств. Третьим Третьим